Древнее страшное проклятие гласит, если человек в течение недели не интересуется главными событиями страны и мира, на седьмой день из радиоприемника выползает Абик Элкин и происходит над ним беспощадный лебез. О самых важных событиях в политике, экономике, международной жизни и культуре слушайте в передаче «Семь дней и ночей» с Абиком Элкиным на Радио Болтком. Каждую пятницу с 16 до 18 часов. Семь дней и ночей. Да, добрый день еще раз, уважаемые радиослушатели. Еще один гость у нас в гостях, я думаю, вам хорошо известно, это экономист Евгения Зайцева. Добрый день. Добрый день. Много событий было в сфере экономики. Вообще на этой неделе в Латвии и в мире, и тут и Панамский скандал, и заявление премьер-министра Майса Кучинскиса, который все-таки пришел к выводу, догадался, что экономика в Латвии дрейфует. Ну и ничего хорошего, я так понимаю, пока он не прогнозирует. Я думаю, он тут не одинок. Вот сейчас мы попытаемся разобраться в ситуации с Евгением Зайцевым, который, как всегда, подготовил какие-то цифры, я думаю. И еще, по крайней мере, меня встревожила информация, которую подтвердил и оппозиционный депутат Сим Андрей Клементьев, что все-таки министр здоровья его неудержимо рвет к социальному бюджету. Он хочет туда залезть и оттуда взять деньги для латания дыр в медицине. Вот обо всем по порядку. Действительно ли есть тревожные очень нотки в латвийской экономике? Да, нотки тревожные есть уже достаточно давно. Я даже специально посмотрела, и по моей оценке фактически можно говорить, что налицо признаки той ситуации, которая была в марте 2008 года. То есть предкризисная? Нет, в марте 2008 года появились первые признаки кризиса в латвийской экономике. Но правительство господина Годманиса с министром финансовым господином Валдесом Домбровским это все прохлопало. И если ты помнишь, в 2008 году они приняли государственный бюджет на 2009 год, а потом срочно в районе 10-12 декабря его переписывали. Уже исходя из новой реальности. Да, из новой реальности оказалось, что все-таки кризис есть. То есть это была вот такая история. Первые признаки кризиса заключались в том, что происходило определенное сокращение занятых, и происходил первый недобор налогов в бюджет. По моей оценке, то, что я тогда делала, помню, к марту месяцу недобор составлял примерно 5%. Вроде бы не так и много. Ну, 5% это достаточно много, потому что это примерно полмесяца недобора. На сегодня, вот у меня уже вчера налоговая инспекция выдала первые данные о выполнении бюджета 2016 года, тоже за 3 месяца. Так. И сбор налогов, который совокупный, который администрирует налоговая инспекция, за 3 месяца составило 22,2% от плана. Ой, это очень мало. Формальный подход очень простой. При колебаниях по месяцам у нас фактически примерно каждый месяц одинаковый доход. Поэтому если мы 100 разделим на 12 месяцев, то в месяц у нас примерно 8% должно быть дохода. Исходя из этого, за 3 месяца 8 на 3 это 24%. 24 с копеечками. Значит, мы имеем только 22 с копеечками, 2% недобора. Ситуация чуть лучше, чем была в 2008 году. Там мы говорили о 5% уже такого недобора было. Сегодня 22% – это против плана. Я не говорю об уровне плана, который сделан. Ну, тенденция очевидна. Тенденция, то есть план, который правительство спланировало, и причем план бюджета этого года был спланирован из роста вала внутреннего продукта, его продолжения роста и так далее. Но мы с тобой как-то говорили, что роста вала внутреннего продукта практически нет. Это как бы такая совокупная ситуация. Но и главный один из показателей, который отражает развитие экономики, а по сути дела экономика зависит от внутреннего спроса населения, потому что если внутренний спрос растет, тогда есть развитие, поддержание развития экономики, даются заказы в производство и так далее. Это у нас любимый налог на добавленную стоимость. Здесь тоже выполнение есть против годового плана только 22,4%. Хотя план периода, так как запланирован, выполнен на 100%. То есть вот здесь разница. О чем это говорит? Проблемы с налогом на добавленную стоимость. У нас уже ровно год назад господин Раерс, тогда министр финансов, плакался на публику, что проблемы со сбором налога на добавленную стоимость. Всего лишь год прошел, и сегодняшний министр финансов тоже плачется, что он плохо собирается. Но, к сожалению, ни господин Раерс, ни новая госпожа министр не заставили себя углубиться в проблемы и в понятие, чего не растет сбор ПВН. Он не растет в одной простой причине, что население не имеет возможности потреблять. Понятно. Не имеет возможности потреблять. При этом средняя зарплата растет. А почему? То есть вот фишка заключается в том, что финансово на бумаге есть возможность увеличить потребление, а физически этого не происходит. Почему? Потому что мы достигли того момента, когда уже открытым текстом звучит то звонок, о котором предупреждали все профессионалы, когда Латвия захлебывалась от кредитного бума. То есть как только правительство позволило, чтобы жители республики брали неконтролируемые большие кредиты, а это, если ты помнишь, был 2005-2008 год, это было правительство господина Каллитиса, так называемые жирные годы, в те годы люди набрали кредит. Да. И когда набрали кредиты, фактически заложилось торможение развития экономики на ближайшие 20-25 лет. Просто-напросто. Потому что как только увеличивается зарплата, весь природ заработной платы уходит куда? В банки на погашение кредита. Да. Вот даже не на потребление. Да, именно не на потребление. То есть именно в этом заключается проблема торможения экономики из-за того, что население набрало кредит. И причем кредиты были набраны непомерно большие, без физической возможности. И на долго. На 20-30 лет. И даже без физической возможности часто их погасить полностью. Да. И правительство тогда ничего не сделало. И сегодня фактически, при том, что подъем экономики в 2010 году начался, с 2012 года он начал тормозиться. А сейчас, потом, с 2014 года, с 2015 у нас добавились санкции. И поэтому наша экономика по полной программе не просто дрейфует. Дрейфует – это она не знает, к какому берегу прибиться. А она уже затормозилась. То есть господин премьер-министр выразился очень-то кучеряво. Дрейфует. Значит, не знает, куда пойти. Куда она дрейфует. По сути дела, он сказал, что он не знает, по какому курсу нужно развивать экономику Латвии. Потому что это, по сути дела, он заявил о банкротстве правящей элиты. Ведь коалиция-то не поменялась. Была виновата и бы осталась. Были залезовники, остались. Остались. То есть он заявил о банкротстве правящей коалиции. По крайней мере их экономической и финансовой политики. То есть отсутствие курса развития экономики. А если у тебя отсутствует курс развития экономики, то страна вся в метаниях. Вот она и дрейфует. Да. Но она не просто дрейфует, она уже затормозилась. Понимаешь, она застопорилась. Он-то так... Он кучеряво сказал, что они банкроты политические. Можно и так это интерпретировать. Да, именно так. Именно так и надо это понимать. Потому что слово дрейф, ты не знаешь, куда тебя пришвартоваться. Куда направить усилия, чтобы выбраться из этого дрейфа. Ты не управляешь процессом. Но процессом настолько не управляешь, что он уже затормозился. Но самое интересное, что, видимо, какая-то тихая паника у премьера есть. Его вот этот Димаш с тем, что он вернул все эти планы правительства и сказал переработать. Что вы мне тут подсовываете уже об этом? О чем-то говорит, да. Это с одной стороны. А с другой стороны, вспомни его заявление о том, что министр здоровья, он не здравоохранение. Вот не надо путать. Да, у нас нет министерства здравоохранения. У нас есть министерство здоровья. Да. Это две принципиальные разницы. То есть, если у нас было министерство здравоохранения, оно расшифровывается как министерство по охране здоровья. У нас такового нет? Нет. У нас есть министерство здоровья. Министерство здоровья занимается тем, что оно пытается менеджировать здоровье. Финансами в основном менеджировать, да? Ну, вообще непонятно чем. Потому что, почему я об этом заговорила? Господин Кучинский, информированный кабинет министра, сказал, нет, но министр здоровья должен быть господин Белевич, потому что он очень хорошие реформы затеял. Он нам нужен. А какие он затеял? Какие реформы затеял? Нет. Теперь они уже известны и понятны. Задача номер один. Уничтожить региональную систему здравоохранения. Ну, к этому все идет, да. Да. Что из этого вытекает? Из этого вытекает, что народ в сельской местности, которого там и так мало осталось, у него будет один выбор. Или перебираться в Ригу, или под Ригу, или тихо помирать без помощи врачей. Как это выражать? К счастью похоронных контор. Которых там тоже нет. Тоже нет, да. Они же только могут там, где есть бизнес. А когда у тебя на 100 километров... Понимаешь, в советское время у нас плотность населения была до 32 человек на квадратный километр. Плотность населения Германии, знаешь, какая? Ну... 320 человек на квадратный километр. Да. Вот так плотно. Это было вот в те времена. Представь себе, сколько сегодня в Германии на квадратный километр. То есть, а почему я утверждаю, что господин министр здоровья разрушает раханение? Первое. Он сорвал подписание договоров. Он выставляет региональным больницам, региональным амбулаторным центрам меньшую сумму платежей. Не все подписали договора. Сопротивляются. Вот сегодня Венсполс был сказал. Значит, регионалу будет конец. Понятно. Да. С другой стороны, проблема очень простая. С другой стороны, он хочет... То есть, понимаешь, денег-то дали чуть больше, чем в прошлом году физически. Но опять впускается миф. Но вот понимаете, доля к ВВП составляет мало, в других странах больше. Но, ребята, у нас доля к ВВП составляет столько, сколько можно. Потому что у нас ВВП на порядок больше того, что у нас есть в бюджете. То есть, бюджет распорядает примерно 3 с копейками миллиарда, а ВВП все-таки 20 миллиардов. То есть, ну, разница есть. Поэтому, если от 20 миллиардов взять 1%, это сколько получается? 200 тысяч? Да. Да, умножить на 5 они хотят. Тысячи, да. Ну, это несопоставимые вещи. Да. То есть, поэтому денег дали столько же и больше, чем в прошлом году. Поэтому услуг на это должно быть оказано столько же или даже больше. Рассказывал, вот я сегодня утром слушала выступление представителей общества врачей, или какой-то ассоциации опять-таки врачей. Семинных, да. Нет, профсоюзы, наверное. Профсоюзы. Он рассказывал, какая проблема заключается в том, что... Ну, вот смотрите. Да, денег в абсолютном районе столько же дали, но вы же понимаете инфляция. Да какая инфляция? У нас в стране уже третий год дефляции идет. Поэтому не надо тут проинфляции. Да, поэтому цены не выросли. Действительно реально. Есть отдельные позиции, по которым растут цены. Это действительно существует. Вот цены. Я как раз уходила, посмотрела, пришла от ССО, прислала информацию о мартовских ценах, изменениях. Там интересно, смотря как к чему смотреть. Смотреть к прошлому месяцу падение, смотреть к марту прошлого года увеличение по продуктам питания 3%. Смотреть на декабрь 1,8% рост именно по продуктам питания. Но нет такого роста, как рассказывают господа. То есть деньги нужно отдать. С министра здоровья надо спросить, где деньги, куда они проваливаются. Сколько за это оказывается услуг, почему покупается. Я уж не говорю о том, что одна и та же манипуляция в Риге и в регионе стоит в разы, отличается. В райрегионе это дешевле. В Риге это в два раза дороже. Да плюс человека, чтобы получить эту манипуляцию в Ригу, надо приехать. А чтобы приехать в Ригу, надо потратить минимум два дня. А то и все три дня. Накануне выехать, день потратить на манипуляцию и на следующий день только уехать. То есть чтобы добраться домой. Так плохо ходит общественный транспорт, если своей машины нет. Значит получается, цена государства за эту манипуляцию платит в два раза дороже, чем в регионе. Плюс добавить расходы пациента. То есть эта услуга становится сверхзолотой. Ну это, наверное, европейская тенденция, как всегда нам объяснят. Оптимизация. Хорошо, я такой хотел задать вопрос. Насколько реально, что действительно руку засуну в социальный бюджет и за счет пенсионеров будут спасать медицину, как спасали всю экономику в 2009 году? Ну начнем с того, что в 2009 году никто за счет пенсионеров никого не спасал. Пенсионный социальный бюджет выжил сам за себя за счет своих накоплений. Сегодня он тоже имеет накопление под миллиард евро, не меньше. И именно поэтому министр здоровья хочет туда застонуть руку. Хотя ввели налог на солидарность. Правда, я до сих пор еще не увидела ни одного платежа по налогу на солидарность. Пока нет поступления в бюджет по этому налогу. Но его ввели по нормам социального платежа, а зачисляют в основной бюджет. Это грубейшее нарушение, в принципе, тех же прав человека и так далее. Если это налог взыскивается по основам социального платежа, он должен поступать, обезличенно должен поступать в специальный бюджет. Вероятность есть очень большая. И если такое прозвучит, нам придется бить во все колокола. И тогда нужно вводить на родную улицу. Потому что это последняя опора нашего государства. Причем пенсионная реформа, на основе которой все это построено, она одна из лучев Европы. Здесь я не кривлю душой. То есть здесь мы можем это признать, да? Это признается. Это давно уже признано и так далее. То есть это не просто наши политики приукрашают, да? Нет. Она действительно сделана абсолютно грамотно. Она рассчитана на 60 лет. У нее 4 уровня. Про 4 уровень уже забыли. В концепции было прописано. И эта реформа работает. Другая проблема в другом. Потому что многие еще в середине 90-х годов работали по-черному или работали на минималке. И отсюда их проблема, что у них начальный пенсионный капитал маленький. Но в любом случае эта реформа справедливая. Она дает компенсацию пенсионерам за старый опыт, за старую работу. И поэтому я буду стоять намертво. Я утверждаю, система государственного социального страхования у Латвии хорошая. Вот возвращаясь к самой экономике. Вот что можно сделать, на твой взгляд, что можно сделать, не знаю, с помощью налоговых инструментов, стимулирования экономики, чтобы она начала дрейфовать, говоря словами Кучинской, в правильную сторону, если это вообще возможно? Ну, первое. Первое. Нужно начать какие-то мероприятия по установлению доверия народа, налогоплательщиков, государству. Для этого, понятное дело, надо было очень жестоко бы расправиться с теми, кто пойман за руку в коррупционных схемах, в помощи по отмывке налогонабавленную стоимость. Надо, наконец-то, ввести систему контроля о матперсон декларации. Ты же понимаешь, что никто их не контролирует. Сдали и сдали. Да. Фиксируется факт сдачи. Почему? Если несколько лет назад, если помнишь, был вопрос, шел скандал, что кто будет проверять, когда выяснилось, что никто о матперсон декларации не проверяет. Тогда говорили, КНАП должен проверять. КНАП говорил, должна проверять налоговая инспекция. В итоге эти декларации провисли в воздухе. Им интересуются журналисты, им интересуются тогда, когда кого-то хотят опорочить. А нужно просто-напросто. Вот сейчас в налоговой инспекции заработала программа РАСА. Анализа доходов, расходов физических лиц. И через года-два мы можем ожидать персональных аудитов, приглашения на дополнительные декларации. Это будет все. Это будет, это мировая практика. Здесь мы просто идем чуть-чуть впереди. И вот я на днях, на прошлой неделе была в Эстонии. Мы там поговорили как раз с коллегами. Они удивились. То есть у нас многие вещи лучше, чем в Эстонии. Во-первых, отношения с налоговой инспекцией, прозрачность и так далее. И у них нет еще вот этого... Они просто не знают, что... Там эта информация тоже есть. Просто не знают, не выплескиваются. То есть первое восстановление доверия. Начинать проверять там от персональных деклараций. Начинать задумываться. Сокращение количества министерств, агентур и так далее. У нас сегодня 13 министерств. Нам достаточно иметь 8 министерств, чтобы выполнять все функции. Численность министерств должна быть не больше 50 человек. Нам нужно думать и сокращать расходы на наше представительство. Зачем нам иметь посольства столько, сколько мы их имеем в Европе? Нам этого не нужно. Ты думаешь, что все это регулирует основание Европейского союза? Совершенно верно. То есть это те источники экономии, которые нужны. Но когда господин Домбровский рассказывал в сказке, что сокращение аппарата, госаппарата ничего не даст, это копейки. Но он неправильно считал. Я думал, он правильно считал, но не хотел в этом признаваться. Копейка рубль бережет. И каждый чиновник обходится. Потом надо прекратить давать разрешение на новые строительства. Надо начать использовать ту недвижимость, которая принадлежит государству. Которая полна, полон город, пустые дома стоят. Много чего можно сделать и так далее. Но никто у нас не хочет заниматься реальной экономикой, реальным бизнесом, подобных вещей. Ты продолжай дискуссии. Интересные цифры привела наша сегодняшняя собеседница по поводу количества занятых в народном хозяйстве. Ну, реально работающих. Ну да. Вот может быть несколько слов об этих цифрах. Это данные налоговой инспекции о количестве работников. Дарбанемия есть, так называемых. Но сегодня у нас, вот сейчас появились сегодня цифры, появились за январь 2016 года. На сегодня, как бы на январь 2016 года было 778 тысяч занятых. А в декабре было 785. То есть меньше, минус, сколько, 5, 7 тысяч человек. Эта тенденция постоянно сокращается. То есть численность занятых в народном хозяйстве сокращается. Чтобы поднять тенденцию, нужно вернуться к моменту кризиса. Ну, кризис у нас был в 2008 году. Он начался, как я сказала, в марте месяце уже были первые признаки кризиса. И вот на январь 2008 года было занято 938 с половиной тысяч. Почти, ну, миллиона там, конечно, не было, но 938 тысяч – это было очень много. В декабре их количество сократилось до 896 тысяч. То есть минус 150 тысяч за год. И там была резкая динамика вниз. Падение продолжалось аж до марта 2010 года. Вот в марте 2010 года самое маленькое количество занятых – 710 тысяч с половиной. Сегодня 778. То есть мы не добрались до предкризисного уровня. И сегодня мы находимся примерно где-то в июле 2009 года по численности работников. Таким образом, налицо второй фактор, который говорит о снижении численности. Начиная с декабря 2014 года у нас начало происходить методичное снижение занятых в народном хозяйстве. Вместе наряду с тем, что в прошлом году уже появились признаки недосбора налога на добавленную стоимость, то эти два фактора сразу начали говорить о том, что есть проблемы в экономике. Дальше проблемы в экономике были отражены тем, что в прошлом году где-то до осени был недобор по доходную налогу с населения и социальных платежей. То есть это были те признаки, о котором говорила. Стоит напомнить, что в прошлом году весной служба госдоходов призывала правительство одуматься, потому что повышение минимальной зарплаты в прошлом году до 360 евро привело к тому, что частный сектор начал сокращать количество часов работы людей, чтобы сохранить зарплату, возможность выплачивать зарплату. В этом году у нас минимальная зарплата поднята еще на 10 евро, то есть 370 евро. И это тоже у нас фактор, который приводит к тому, что экономика начинает испытывать трудности. Это было в прошлом году, это в этом году. Ну, в прошлом году включились по полной программе санкции. Да. Да, и это, конечно, привело к сокращению объемов производства преобладающего в Латвии продовольственной промышленности, потому что крестьяне молоко, оно никому не нужно, потому что нельзя продать эти молочные продукты, потому что большая часть из них отправлялась все-таки в Россию, и это было традиционно, потому что экономика, она всегда строится на каких-то традициях. А ты к Литве тоже относишься, мы же видим, что там... Да, совершенно верно, потому что в советское время Прибалтика снабжала два главных города Союза. Тогда Ленинград, сегодня Санкт-Петербург, это было прерогатива Эстонии, они обеспечили молочными продуктами. Все было распределено. Да, а Латвия и Литва обеспечивали Москву. И поэтому традиционные связи, поэтому наша продукция уходила хорошо в Москве. Сегодня мы не можем покрыть потребности Москвы полностью молочной продукцией, мы слишком маленькие уже, Москва слишком выросла, но в любом случае эти традиции работали, а как ввели эмбарго в ответ на санкции, то все остановилось, и даже наработанные Рижские дворики и так далее, напоминания о Латвии, о Риге, тоже все это фактически утрачено. Да, вот еще, может быть, буквально несколько слов к Латве, и потом перейдем к этому панамскому скандалу. Вот этот скандал, который был вокруг финансовой полиции, СГД, вот твои ощущения, это был инспирированный скандал или для него были основания? Я понимаю, что тут надо проводить специальное расследование, но тем не менее, какие ощущения? Я думаю, в принципе, если копать грязное белье, оно есть везде, скелеты есть у всех. Я думаю, что это определенный наезд был сделан на госпожу Петерсену. На шефа СГД. Да, на шефа СГД для того, чтобы ее снять. Наверное, она все-таки не очень удобная персона, в отличие от предыдущей главы СГД. Поэтому решили кинуть, но если ты обратил внимание, то первые жертвы уже не работали, налоговая инспекция, а сегодня вообще непонятная ситуация происходит. Я скажу больше. Начиная с февраля месяца, появились косвенные признаки, что у нас кризис государственной власти. В стране кризис государственной власти. Вот так? Да. Что это означает? То есть перестает работать государственная система. Это не то, как СГД относится, чтобы мы правильно понимали. СГД, это как бы ее рядышком решили припахать, потому что она еще работает. Потому что первый наезд, который сделал господин Домбровский во время кризиса, это было обрезание численности работников налоговой инспекции, что является нонсенсом. Налоговую инспекцию и всякие силовые структуры правитель должен сохранять, поддерживать для того, чтобы была стабильность в государстве. А Домбровский начал с налоговой инспекции. Сейчас точно такой же шаг предпринят. А почему я говорю о кризисе государственной власти? Потому что, к сожалению, как говорит сарафанное радио, дорожная полиция стала опять брать взятки. Государственная полиция перестала работать. Просто не проводит никаких реальных мер, которые они обязаны выполнять. Не все, конечно. Но вот сарафанное радио приносит информацию о том, там отказали, там отказали, заявления уже не принимают и так далее. Не хотят действовать. Это признаки того, что государственная система не работает. В Риге, слава богу, пока полиция самоуправления работает. Но вот у меня уже даже пару раз было чувство, что я больше не чувствую себя безопасно в городе вечером. Это при том, что всегда было стабильное чувство безопасности. Это как появление такой кризиса власти. Да, 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 это тоже. То есть, вот крупинка к крупинке складывается. Ну, наглядный пример кризиса власти – это то, что господин Кучинский не смог утвердить ни один предоставленный проект развития ни одной сферы. Это же нужно до какого уровня сделать плохой документ, чтобы свой коллега, давно входящий в коалицию, не утвердил. Это же о чем-то говорит, да? Да. То есть, признаки налицо. Делать, я сказала, нужно решать вопрос о сокращении. Надо перестать говорить о том, что в госсекторе, в госуправлении низкая зарплата. Я тут вот изучала документы, случайно попавшие мне в руки, информационные сообщения Министерства финансов. Средняя зарплата в государственном секторе – 700 евро. У нас 770 официальная средняя зарплата прошлого года. 770 евро они превысили в году, сейчас скажу, а в 13-м году. И в 14-м году, в 15-м у них уже 900 с лишним евро, средняя зарплата. Спрашивается, куда дальше? Хороший вопрос, да? Да. Ну, говорят, что текучка большая, надо еще повысить заработную плату в госуправлении. Надо просто-напросто выкинуть лишних людей, сохранить численность министерств до 50 человек. То есть, такое радикальное сокращение. Да, и ввести элементарную вещь – ответственность. Личную ответственность. Личную ответственность, да. За использование бюджетных средств, к примеру. За использование бюджетных денег, за использование служебного положения и так далее. Чтобы не просто так, зря мы новую тюрьму строим, как раз будет сидеться для нее. Да. Возвращаясь к анонсированным темам, вот Панамский скандал, я так понимаю, что он будет иметь продолжение. Как это можно оценить, не знаю, с экономической точки зрения, даже не с криминальной? Потому что, насколько я понимаю, само нахождение человека, так можно сказать, в офшоре не является преступлением. Дело в том, что неправильно воспринимается информация, которая там предоставлена. Там предоставлена информация просто о регистрации компании. Когда начинают рассказывать про бенефициаров и так далее, там нет этой информации, кто является бенефициаром. То есть, кто является выгодополучателем? Там этой информации нет по определению, потому что взломана база, по сути дела, регистры, регистрации владельцев офшорных компаний. То есть, из этого мы не можем делать далеко идущую информацию? Взломанная база данных нашего регистра предприятия, по сути дела. Что из этого? Какие там сделки проходили? Какие там суммы проходили? Это информация. Это и нет информации. Для Латвии это возможность против кого-то высшить определенный скелет. И масс-медиум, извини, конечно, будет о чем поговорить. Ну, это вот то, что как бы внешне. А по сути дела, учитывая, что пришла информация, что заказчиком и инициатором этого процесса был небезызвестный господин Сорос. И еще пару лиц из близкой к нему компании, то это просто третья проба пера на серии разработка и опробование проекта по перестройке мира. Ну, в первую очередь, проблема, связанная с долларом. Что существует необходимость хлопнуть доллар. И это уже третий опыт проверки реакции публики на эти мероприятия. Испугаются, не испугаются. Побегут, не побегут. Выйдут на улицу, не выйдут. И так далее. А может быть вообще дальнейшая утечка вот этой вот базы данных? Не знаю, не только Панамы, Кипр, Сингапур, еще другие страны. Абек, ты посмотри, пожалуйста. Я тоже вот упустил самое главное. Публикация данных регистра предприятий, кому принадлежат конкретные предприятия, ни о чем не говорит. Это просто так, знаешь, помахали якобы красной трапочкой перед буквой. Вот если раскроют всех выгодополучателей, тогда да. А, это информация швейцарских банков. Эта информация должна быть из офшорных банков. И если ты помнишь скандал, когда американские банки заставили Латвию остановить расчеты, и тогда первый наезд был сделан на Парексбанк. В итоге латвийская банковская система платилась только веб-банкам. Это была проблема, связанная как раз с офшорными компаниями, с наличием ситуации того, что офшорные компании латвийских владельцев имели кодированные счета в Парексбанке, в первую очередь. И когда американская система поняла, банковская, сколько миллиардов у них мимо носа ходит, они сделали наезд. Сейчас пока притих скандал, связанный с очередным наездом, ну, правда, через ОБСЕ, вот эту организацию по безопасности, куда мы хотим вступить, да? ОСД, да. ОСД, да. Но опять-таки очередная проблема – дубить, чтобы все деньги, связанные с офшорами, мы гуляли только через американские офшорные банки. Потому что когда деньги гуляют, что-то прилипает. Конечно. Много звонков у нас, все-таки, наверное, попытаемся несколько звонков принять. Добрый день, слушаем вас. Добрый день. Добрый день. Я думаю, что сегодня 8 апреля, а не 8 марта. Так бы я поздравила эту девушку, женщину, которая так классно говорит. Она частый гость этой передачи. Но теперь по сущности. Да. У меня три вопроса коротких. Первое – сердце ваше свободное. Мои свободные, встретимся. Второй вопрос – а почему РЭПШ уехал во Францию, перевел все свои имущества, продав здесь, уехал во Францию? И третий вопрос – поляки снизили НДС на самые необходимые продукты питания. Литва начала тоже снимать НДС. Потому что, вот прокомментируйте, а что касается Латвии, по НДС на самые необходимые питания? Да, ну, по первому вопросу мы не будем распространять по поводу РЭПШа и НДС. Ну, я лично не знаю, почему РЭПШа уехал. Я думаю, что это был один из вариантов… Видимо, патриотический порыв. Нет, я думаю, что это был один из вариантов решить свои финансовые проблемы. У него большие долги были. А то, что касается НДС, Польша, что произошло с Польшей? Польша была социалистическим государством. И мне очень понравилась манера Польши, когда Советский Союз развалился, страны СССР развалились и так далее. Что сделали поляки? Они выкинули компартию, а страну оставили. То есть они сохранили всю ту экономику, которая была в стране. И производство. Да, всю экономику, производство она была в том числе. И они просто мудро перевели это на частный сектор. У них было и так далее. Я к чему это говорю? Я говорю к тому, что поляки – хозяева в стране своей стране. И еще польская мисс Геннелла, она всегда есть и будет ментальностью поляков. И они не потерпят правителей, которые не будут думать о народе. Просто не потерпят? Просто не потерпят. И в прошлом году у них были перевыборы там. И там пришли к власти люди, которые хотят заботиться о стране. Те, кто не хотели, их проводили. Да. Наши соседи литовцы, господин Бразауск, к сожалению, уже покойный, он тоже совершил грамотное действие. Он первый понял, к чему это пошло. И он тогда компартию Литвы, он был первый секретарь компартии Литвы, он ее сделал независимой от КПСС. Да. Он отделился от КПСС. Потом Литва, первая, 30 марта 1990 года, собравшись в Верховный Совет, объявил, мы восстанавливаем независимость Литвы. Мы 4 мая 1990 года решили начать процесс восстановления. Они сразу сказали, обрезали, все, мы отходим. То есть я к чему хочу? И опять-таки, так как первым примером был господин Бразаускас, ему удалось сохранить госаппарат, систему управления, частично сохранить промышленность и так далее. И при всех заморочках, при всех так далее, руководству страны все эти годы, 25 лет больше сейчас уже, да, руководству Литвы, это определенная сфера и патриоты страны. При всех политических проблемах и так далее. А патриоты страны, они что делают? Понимаешь, нужно заботиться о населении. Кто у нас во главе страны? Гастарбайтеры. Будущие политэмигранты, которые ищут место, теплые местечки в евросоюзовской структуре. Вот и результат, собственно. Вот и ответ на вопрос. Это ответы по поводу НДСа. Да. Но мы и слышим всегда, что нельзя, почему? Потому что не хватает денег. Да. Еще один звонок мы сейчас примем. Добрый день, слушаем вас. Добрый вечер. Добрый вечер. Светлана Зайцева, ну вот ваша фраза, Сорос экспериментирует по поводу схлопнется ли доллар. Вот ваш прогноз по поводу схлопнется ли доллар, и забыли вы или не имели в виду упомянуть, какая часть у нас, сейчас численность населения на квадратный километр в Латвии. Спасибо. Численность населения на квадратный километр в Латвии я сейчас не смотрела. Можно посмотреть ради интереса, конечно. Экспериментирует не Сорос, экспериментирует те финансовые круги, которым надоело кормить рантье, живущие на доходы с финансового рынка. То есть проблема какая? Соединенные Штаты Америки, управляющие долларом, зашли в финансовую спираль непогашаемости государственного долга Соединенных Штатов. Есть такие понятия. Какие-то триллионы, да? Есть такое понятие кредитная спираль, когда ты в нее входишь, когда ты уже не можешь вернуть кредиты, когда ты не можешь расплатиться с поставщиками и так далее. Есть такие анализы, поэтому доллар должен слопнуться. Это единственный выход для управляющих финансами мира, так скажем. И это экспериментирует, пробует, как это сделать. Это очень сложная система. Как расшатать, да? Нет. Пробует, потому что что произойдет, если слопнется доллар? Это полный обвал финансового рынка. Это полное перекрытие всех банковских счетов. Перекрытие системы расчетов и так далее. Ведь в 2008 году главная проблема была какая? Главная проблема заключалась в том, что когда начали Леннер Бразер лопнул, и другие банки были на грани банкротства, произошла проблема нехватки оборотных средств в банках Европы. Нехватка оборотных средств приводит к тому, что останавливается все производство, все предприятия останавливаются. Поэтому, чтобы не произошел такой экономический коллапс, нужно продумать и понять реакцию действий. Вот в январе этого года уже был обвал финансового рынка, достаточно значительный. Это была тоже одна из этих проб. На Кипре, когда отобрали деньги, заморозили банковские расчеты, когда люди могли в банкомате получить определенную сумму денег на день и так далее, расчеты были только в наличных, это тоже была составляющая эксперимента. Так что, когда он слопнется, неизвестно, но то, что он должен слопнуться, все понимают. Тогда вот, может быть, так вот, под завершение и под занавес нашего эфира, все-таки, когда мы можем ожидать вот в Латвии какой-то рецессии, говоря научным языком, или это будет зависеть от общей экономической ситуации в Европейском Союзе? Мы же не являемся какой-то ведущей экономикой, на которой все держится. Я думаю, что ситуация Латвии действительно не зависит от нас, латвийцев. Единственное, наше главное преимущество, что у нас страна маленькая, мы можем здесь выжить. Народу уже мало. Мы можем выжить, если мы возьмем ту идею, которую проталкивает управление страной господин Лукашенко, батька. У него главный акцент на том, чтобы можно было себя прокормить. Вот нам в эту сторону надо было бы подумать. Потому что в Европейском Союзе сегодня большая проблема, они пока не говорят, но она назревает. Это финансовый дефицит, очень серьезный финансовый дефицит и очень большой финансовый пузырь в виде выпуска излишних евро. И это проблема, они не говорят, но связанная она с беженцами и без беженцев. То есть это усугубляются две такие проблемы. Плюс проблема Сирии, проблема Украины и так далее. То есть эти проблемы сегодня открытым текстом стоят. От их решения зависит судьба Европы, судьба и, соответственно, судьба Латвии. Ну вот на этой ноте, я думаю, мы и закончим. Есть информация для размышления, пища для размышления. Евгения Зайцева у нас в его студии. Большое спасибо. Спасибо.